Привет! All In на связи! В новое время, но все в том же составе. Уют, тепло, самые актуальные игровые новости и сумасбродная ведущая. Все как всегда, начинаем прямо сейчас. Погнали! Не попало. Ну что, все еще ждешь релиз Киберпанка? А он, можно сказать, уже почти состоялся. Все, что нужно, это раздобыть диск. Никакой защиты по времени там нет, поэтому можно начать играть прямо сейчас. Некоторые так и делают, и даже выложили видео с 20 минутами геймплея на PS4. Показать не можем, иначе забанят. Ну а разработчики продолжают дразнить игроков. Например, ведущий тестер сообщил, что наиграл уже 175 часов и до сих пор не прошел игру до конца. И еще. Если собираешься покупать ради Киберпанка новую Radeon, знай, что на старте поддержки рейтрейсинга для новых видеокарт AMD в игре не будет. И когда появится, неизвестно, хотя AMD и CD Projekt прилагают все силы, чтобы случилось это как можно скорее. Товарищи ПК-бояре, у меня для вас тревожная новость. Коварные консольщики атакуют по всем фронтам? Они захватили все сводки новостей и уже ведут ковровые бомбардировки в самом сердце ПК-гейминга в Steam? Valve сообщает, что в играх с поддержкой контроллеров доля игроков с этими устройствами доходит до 60%, а в отдельных проектах, например, симуляторах скейтборда, превышает 90%. Также в бета-версии Steam появилась поддержка контроллера PS5, что еще больше облегчит наступательные операции консольной армии. Издательство Square Enix анонсировало Tomb Raider Reloaded. По названию можно подумать, что это ремейк или перезагрузка серии, но на самом деле это условно-бесплатная аркада для мобильных телефонов. Но компания припасла и другую новость. Анонс сиквела популярной японской ролевой игры The World Ends With You одновременно по оригиналу снимут аниме-сериал о том, как группу подростков заперли в потустороннем мире и заставили участвовать в игре на выживание. Похоже, издательство всерьез взялось за возрождение серии. Релиз игры состоится на PS4 и Nintendo Switch, но ПК остался в пролете. Хотя, судя по последним играм издательства, возможно, это ненадолго. Создатели The Last of Us 2 намекнули, что на The Game Awards ожидается некий анонс. Все начали гадать, что же это могло бы быть. Мультиплеер, сюжетное дополнение? Однако, судя по новой утечке, нас сможет ждать анонс полноценной версии игры для PS5. Упоминания об этом нашли на сайте торговой сети Best Buy. Подробностей нет, но делать покупку второй раз точно не придется. Владельцы новых консолей получат обновление бесплатно. Старт PS5 в России обернулся настоящим хаосом. Торговые сети ругают Sony, мол, почему не предупредила, что консолей будет так мало. Аксессуары задерживаются, но геймпады купить уже можно. Поставки самих консолей постепенно налаживаются. Например, торговая сетью видео отчиталась, что PS5 с дисководом уже отправили почти всем покупателям. С цифровой версией дела идут хуже, но это временно. Правда, найти консоли в свободной продаже до конца года все равно будет проблематично. И еще немного забавного и интересного из мира игр. В новом Человеке-пауке внезапно не оказалось Chrysler Building. Причина в авторских правах. Просто новые владельцы здания, купившие его в прошлом году, отказались давать разрешение на добавление постройки в игру. Ну и жмотины. Кстати, о Человеке-пауке. Российский художник Евгений Зубков решил представить, как бы выглядел этот герой, если бы вырос в Сибири. Оказалось очень стильно. И даже пакет из шестерчки его совсем не портит. В ролике крупного обновления GTA Online внезапно нашли возможную отсылку GTA 6. В видео есть координаты, на которых в мире игры находится остров. Однако в реальности вместо острова там лишь глухая американская провинция. Но, что забавно, дороги в этом месте напоминают римскую цифру 6. Майк Лейдлоу, бывший творческий руководитель серии Dragon Age, основал студию Yellow Brick Games, где собрал ветеранов BioWare и Ubisoft. Студия небольшая, но планы, похоже, очень амбициозные. Так, а что интересного есть на игромании? На канале появился обзор компании новой Call of Duty, а вот на сайте выложили уже полный материал. Там и про сюжетку, и про мультиплеер, короче, читай и смотри. И не забудь там же на сайте заценить обзор Dirt 5. Ну и, как всегда, не пропускай свежую порцию косплея. Тут тебе и Молчунья из Metal Gear Solid 5. И Кейра Метц из третьего Ведьмака. Короче, есть на что посмотреть. Вперед. Ну что, вот такие сегодня новости. Огромное спасибо за то количество комментариев, которые мы получили к предыдущему выпуску. Я обязательно куплю эту карту и, возможно, даже на стриме сделаю, как буду вешать флажки из тех мест, где вы живете. Такая большая классная семья Улын будет. Сейчас нам с погодой опять не очень везет, и я знаю, что у многих настроение так потихонечку проседает. И на этот случай я хочу посоветовать очень крутую книгу, которая называется «Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок» Фанни Флэг. Это книга, которую я когда читаю, у меня ощущение, будто мое сердечко вылизывают сотни хорошеньких пушистых щенят. Настолько она теплая, настолько она милая. В общем, советую, если хочешь поднять свое внутреннее, вот это вот как раз самое то. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику, и пока.